Вчера в Полтаве большая трагедия. Власти Украины объявили, что в результате удара по институту связи соседней больницы погиб 51 человек, более 200 раненых. Это страшный удар попадания двух баллистических ракет. Некоторые СМИ сообщили, что это ракета «Искандер». Люди не успели даже добежать до бомбоубежища, потому что подлетное время было слишком коротким. Возмущаться, воздевать руки к небу и кричать «Да коли!», обращаясь к тому, что Упырь и его подручные продолжают наносить удары по городам Украины, дело неблагодарное и, в общем, бессмысленное. Потому что бесполезно взывать к совести тех, у кого ее сроду не было. А вот еще раз сказать, что кровь погибших в Полтаве лежит в том числе и на администрации Соединенных Штатов Америки, которые своим запретом наносить удары по территории России позволяют рашистам безнаказанно бить по городам Украины. Это цель правильная, потому что, в отличие от России, в Соединенных Штатах Америки демократия, вот сейчас у них выборы, и поэтому их власть напрямую зависит от людей и от общественного мнения. И поэтому я думаю, что мы будем правы, если будем постоянно говорить, что в настоящий момент кровь этих людей, в том числе, безусловно, или, по крайней мере, брызги крови от этих людей, находятся на пиджаках и на лицах администрации, в частности, администрации президента. Еще раз подчеркиваю, если бы Украине дали дальнобойное оружие, если бы Украине отменили для Украины вот этот преступный запрет наносить удары по объектам на территории России, запрет, который абсолютно ничем не мотивирован, потому что все разговоры об эскалации... Но какая еще эскалация? Какую еще нужна эскалацию? Все разговоры об эскалации, все эти красные линии, они существуют только в головах западных политиков. Поэтому, конечно, сегодня нужно побуждать международное общественное мнение, общественное мнение в самих Соединенных Штатах Америки, к тому, чтобы они воздействовали на своих политиков. И сейчас уже совершенно не важно, кто там придет к власти в результате выборов. Главное, чтобы до этих выборов было принято решение предоставить Украине дальнобойное оружие и предоставить право бить по территории России. Если бы это право было предоставлено, если бы это оружие было предоставлено, то сегодня эти 51 человек были бы живы. Ну а сейчас, к сожалению, придется еще раз обращаться к теме Швейца. Некоторые коллеги, увидев заголовок сегодняшнего стрима, поспешили меня упрекнуть. Мол, зря я ввязался, я цитирую, зря я ввязался в эту кухонную свару со Швейцом. Надо было ограничиться кратким ответом и все. И на этом закончить. Я был бы рад это сделать. И более того, я, скорее всего, не буду больше разоблачать вранье Швейца, которая адресована, в котором не затрагивается моя персона. Значит, Швейц может совершенно спокойно продолжать лгать в отношении всего того, что происходит в Украине, что он и делает. Но проблема в том, что в своем последнем ответе господин Швейц оклеветал меня лично. Причем именно оклеветал. Потому что и мне, конечно, приходится восстанавливать сейчас свое имя. Поскольку Швейц солгал несколько раз, мне придется нумеровать его ложь, несколько раз поздравляя его с Аврамши. Но, в частности, вот он заявил о том, что это вот, будем так, нумерацию вводить, ложь номер один. Господин Швейц утверждает, что он, оказывается, обнаружил причину и источник всей моей позиции, которую я, в частности, высказал в своем ответе ему. Эта причина, этот источник, она оказывается в том, что я получаю деньги от Ермака. Давайте послушаем этот момент. Я предполагался в первом ответе на выступление господина Яковенко. Он получил предложение, от которого невозможно было отказаться. С одной стороны, это шантаж. Шантаж бывает не только физический, но и психологический. Ну, например, мы тем возьмем и выкинем в Россию. Вот и все. А второй, как он сам радостно сообщил, во всяком случае, мне так показалось, у него есть спонсор, у его канала, чему я несказанно рад. Появились деньги, жизнь станет лучше, жизнь станет у Игоря Александровича веселее. Искренне за него радуюсь. Ну, а получил спонсорство, понимаете, это не Америка, где можно... Вот был Те Торнер, который владел CNN, который никогда не вмешивался в редакционную политику. В Украине, сами знаете, это не так. Кто деньги платит, то и девушку танцует. Так вот, я не знаю, это специально, опять ли господин Яковенко подает сигналы, что его пытают. Или так случайно получилось. Но после того, как он заявил, что у него появились деньги, спонсорство, он пропел такую оду так называемому политическому руководству Украины, и в частности Андрею Ермаку, что там не оставалось никаких сомнений в том, кто является конечным спонсором господина Яковенко. Ну, здесь господин Швец солгал несколько раз. Но объединим это вранье все в одну большую ложь. Значит, ложь в том, что я получаю какие-то деньги от Ермака и от каких-то государственных структур Украины или каких-то структур, аффилированных с государственными структурами Украины. Это ложь. Значит, я чуть позже расскажу анатомию этой лжи. И, кстати говоря, это будет очень полезно всем зрителям, не только моего канала, но и канала господина Швеца. Потому что у нас появляется великолепная возможность просто размотать всю эту конспирологическую цепочку, показать, как именно господин Швец плетет вот эти вот свои конспирологические заговоры. Это тот прекрасный случай, когда просто каждый пункт этой разоблачения, этой лжи, будет просто конкретно звено за звеном. Итак, господин Швец солгал, что я получаю деньги от Ермака или от каких-то структур, связанных, аффилированных с ними и так далее. Значит, причиной вот этой лжи, откуда высосал, из какого конкретно места господин Швец высосал вот эту ложь. Дело в том, что я, когда обычно отвечаю на вопросы подписчиков, если я замечаю звездочку, а звездочка означает, что этот человек является спонсором нашего с вами канала. Так вот, когда я ответил на вопрос по поводу Швеца, то я назвал имя этого подписчика и сказал, что он является спонсором моего канала. Я это делаю постоянно. Значит, источником моих доходов является, прежде всего, спонсорство. И надо сказать, что этот спонсор у меня не появился. И таких спонсоров у меня сотни. Это люди, которые регулярно перечисляют мне, ну, относительно небольшие, посильные для них деньги. Кто-то перечисляет регулярно один доллар, кто-то перечисляет там 10 евро, некоторые перечисляют по 20 евро. Это эти донаты или эти перечисления делятся на несколько частей. Часть из них называется спонсорство. Это один режим перечисления. Второй режим – это подписка на Патреон. Это другой режим перечисления. А некоторые просто осуществляют разовые пожертвования. Вот, собственно говоря, из этого в основном и состоят мои доходы. Так что, господин Швец, что-то услышав, где-то интерпретировав это так, как он, с чего нужным, исходя, уложив это в своей конспирологической, пораженной, тяжелой формой конспирологии головного мозга в голове, он из этого сделал вывод, что у меня появились спонсоры, появились деньги, и что этим спонсором является господин Ермак. Ложь, господин Швец. Просто ложь. Более того, никакого одного большого спонсора у меня никогда нет и не было. Подчеркиваю, никогда нет и не было. Меня обвиняли в том, что я получал деньги от ФСБ. Обвиняли в том, что я получаю деньги от ЦРУ. Я каждый раз отшучивался, требовал, чтобы мне срочно сказали, где касса ФСБ или где касса ЦРУ, и возмущался, почему эти необязательные люди никак не присылают мне деньги. Ну, господин Швец расширил перечень этого вранья. Оказывается, я еще должен получать деньги от господина Ермака. Господин Ермак, ау, где мои деньги? Почему я их не получаю? Почему меня обвиняют в том, что я получаю от вас деньги, а вы мне их не перечисляете? Значит, итак, поздравляем господин Швец Саврамши уже несколько раз. Теперь ложь номер два. Вот смотрите, анатомия вот этой конспирологии. Саврав о том, что я получаю деньги от господина Ермака, Швецу нужно еще и подкрепить это. Он заявляет о том, что я каким-то образом завишу от господина Ермака, и для того, чтобы эта конспирология получила какой-то завершенный вид, он рассказывает о том, что я нахожусь в Украине, и поэтому я завишу от господина Ермака, который может своим решением отправить меня обратно в Россию. Ну, действительно, если бы я находился в Украине, я не знаю степень возможности господина Ермака отправить любого человека в Россию, не знаю. Это выходит несколько за пределы моей компетенции, но проблема в том, что... Ну, впрочем, давайте послушаем это видео, это очень забавно. Это ложь номер два. Давайте послушаем. Должны иметь в виду. Теперь, что касается дальнейшей. Я понимаю, то есть я счастлив, я серьезно, чисто по-человечески счастлив, что у господина Яковенко появились деньги, это нужно, значит, жбиня. Украина-то, по большому счету, насколько я понимаю, для него чужая страна, никого там у него нет, из родных и близких. На что-то жить надо. Но я, с другой стороны, понимаю, что Ермак, он привлекает вот таких людей, как господин Яковенко, хотя они способны на большее, на лучшее, привлекает их в качестве вентилятора, который возгоняет известную субстанцию вокруг. Ну, вот смотрите, значит, с Аврамши один раз, что я получаю деньги от господина Ермака, господин Швец начинает лгать для того, чтобы завершить вот эту вот, построить вот эту вот конспирологическую картину, чтобы понять, каким образом происходит моя зависимость от офиса президента Украины. он начинает лгать, что я в Украине. Само по себе, понимаете, само по себе утверждение, что я нахожусь там в Украине, я не знаю, в Польше, в Новой Зеландии или еще где-то, ну, является обычной ошибкой, и, скорее всего, ну, я уж точно не стал бы, не стал бы это опровергать. Ну, хотя на самом деле это неправда, но это еще не ложь. Но когда это мое якобы нахождение в Украине является звеном большой конспирологической лжи, то здесь приходится говорить, что это ложь номер два. Потому что, на самом деле, как я многократно говорил, я нахожусь, я в Украине был последний раз 10 лет назад, хотел бы туда поехать, но как гражданин страны-агрессора, я туда поехать не имею никакой возможности. Поэтому я нахожусь не в Украине, я нахожусь в Вильнюсе. Это другая страна, столица совсем другого государства, Литвы. Значит, доказывать, что я нахожусь в Вильнюсе, я не буду, потому что есть, несмотря на то, что я веду довольно затворнический образ жизни, но, тем не менее, есть сотни людей, которые меня видят, которые видели меня в Вильнюсе. Ну и потом, собственно говоря, чего тут, значит, опровергать очевидную ложь. Господин Швец, вы солгали еще очередной раз. Значит, ну и дальше. Господин Швец на этом не останавливается и продолжает лгать. Значит, здесь уже дело касается большой лжи, которая, значит, в целом уже касается не меня лично, а касается главного объекта лжи господина Швеца, постоянного объекта его лжи, это президента Зеленского. И ложь номер три, я дальше не буду нумеровать, потому что господин Швец уже на самом деле напоминает своего однокурсника, господина Путина, лжет практически каждый раз, когда открывает рот. Так вот, ложь номер три заключается в том, что в Омане произошла вербовка Зеленского, якобы. Оказывается, тут же Швец объявляет, что на самом деле вербовки, по сути дела, он постоянно говорит, что вербовка, вербовка, вот это страшное слово, которое должно убедить всех тех, что всех, всю аудиторию, всех граждан Украины, всех людей, которые слушают его, в том, что Зеленский является просто агентом, агентом ФСБ, агентом Кремля. Оказывается, никакой вербовки не было, а был некоторый сговор, который имел целью назначить Ермака помощником Зеленского. Я сейчас не буду подробно расписывать о том, была это встреча, не была это тема отдельного разговора, но, во всяком случае, вот ложь, что встреча в Омане, которая то ли была, то ли ее не была, она имела целью склонить Зеленского назначить Ермака своим помощником, это, безусловно, ложь. Давайте послушаем, как ложь номер 3 от господина Швеца. Он объяснил, что там произошло. Там не надо было какая-то страшная верболка, как это фильм, там, 17 мгновений весны или мертвый сезон. Зеленского нужно было одно, согласие назначить после этой встречи Ермака своим помощником и отдать ему все полномочия, что и произошло. Ну, понимаете, сначала страшное слово вербовка, потом выясняется, что никакой вербовки не было. Значит, фактическая ложь заключается в очень простых вещах. Дело в том, что Ермак был назначен помощником в день инаугурации Зеленского. То есть, помощником Зеленского Ермак был назначен 21 мая 2019 года. Предполагаемая встреча в Омане, по мнению, так сказать, тех людей, которые утверждают, что эта встреча была, состоялась 8 января 2020 года. То есть, несколько месяцев позже, чем состоялось назначение Ермака помощником Зеленского. Еще раз, заявление о том, что целью этой встречи было склонить Зеленского назначить своим помощником Ермака, это абсурд, потому что Ермак к этому времени уже несколько месяцев был помощником Зеленского. Поэтому ложь номер 3. Я сейчас не рассматриваю в целом тот вопрос, была эта встреча, не было. потому что офис президента Зеленского отрицает и сам факт этой встречи, причем известно, это все опубликовано, опубликовано отрицание этой встречи со стороны офиса Зеленского, опубликован ответ журналистов, которые заявляют о том, что они не утверждают, еще раз подчеркиваю, журналисты не утверждают, что эта встреча состоялась. Ну, а вот они предполагают, что эта встреча могла быть. Я в данном случае совершенно не собираюсь никого выгораживать, ни на чью сторону не собираюсь становиться. Господин Швец лжет, заявляя о том, что я возлюбил президента Зеленского или возлюбил Ермака. Это чушь, это ложь, которую очень хорошо проверить, посмотрев то, что я говорил и говорю. Я воздерживаюсь от вмешательства во внутреннюю политику Украины, никак не оцениваю деятельность Зеленского, а тем более деятельность Ермака. Поэтому говорить о том, что я там занимаю чью-то сторону, это вранье, откровенное вранье. Просто в данном случае есть очевидное вранье со стороны господина Швеца. То есть, человек, который был назначен помощником задолго до предполагаемой встречи, вне зависимости от того, была встреча, не была, это не важно в данном случае. Но в данном случае событие назначения произошло задолго до самой этой встречи. Так что, это ложь номер три. И вот здесь мы видим, как строится вот эта вот конспирология Швеца, как он выстраивает, плетет вот эту сеть свою. Значит, мы можем на этих примерах увидеть анатомию этой конспирологии, в которую он затягивает в эту сеть свою аудиторию. Аудитория у него достаточно большая. Причина вот того, что у господина Швеца такая большая аудитория, она очень проста. Дело в том, что конспирология сейчас, особенно во время войны, она очень популярна. Потому что тревожность, потому что состояние войны порождает тревогу, порождает беспокойство, порождает желание, так сказать, получить какое-то простое объяснение тех проблем, которые испытывают люди. И вот оно простое. Вот господин Швец дает простое объяснение того, что в Украине уже скоро три года, как пришла беда, пришла война, пришли бедствия, погибают люди, погибают дети. А в чем причина? И очень простое объяснение дает господин Швец. Оказывается, вся причина заключается в том, что в руководстве Украины засели предатели. Значит, что оказывается, значит, вот зловещая фигура Ермака. Я сейчас не оцениваю совершенно, не оцениваю фигуру Ермака, не собираюсь оценивать эффективность президента Зеленского на посту президента воюющей страны, но в любом случае мы видим то, каким образом строит свою ложь и высасывает вот эту конспирологию господин Швец. Вот. И в чем я считаю вред огромный? Вред огромный заключается в том, что вот с помощью вот этой конспирологической цепочки, которая построена из высосанных из пальца фактов, из тех фактов, которых не было на самом деле, Швец в конечном итоге создает ложную картину мира. Суть этой картины мира заключается в том, чтобы поссорить значит вбить клин между украинским обществом и политическим руководством Украины. Ну и кроме всего прочего и между обществом и военным руководством Украины, потому что огромные потоки лжи несутся в том числе и на главнокомандующего вооруженных сил Украины господина Сырского. То есть опять-таки понимаете, в конечном итоге вроде бы Швец находится на правильной стороне истории, но своя деятельность, особенно последнее время, когда у него просто фиксация на проблеме Ермака, проблеме Зеленского, проблеме Сырского, то на самом деле конечно если уж брать на мерить с помощью какой-то чаши весов чего больше пользы или вреда от того, что делает господин Швец, пожалуй, что на самом деле сегодня вред перевешивает. Потому что самое полезное, что можно сделать для путинского режима, это вбить клин между обществом и военным и политическим руководством Украины. Этим занимается сегодня Кремль, разгоняя всякие рассказы о том, что Зеленский не легитимен, этим занимается ФСБ, создавая какие-то псевдо версии о тех пороках, которым предается господин Зеленский и так далее. Примерно в эту же сторону направлена сегодня и вся деятельность господина Швеца. Поэтому я еще раз подчеркиваю, я постараюсь в дальнейшем больше не обращаться к теме Швеца, если он действительно не будет затрагивать какие-то в данном случае мое обращение к этой теме вызвано прежде всего тем, что господин Швец оболгал, оклеветал меня лично. В целом, еще раз подчеркиваю, для меня сегодня фактически после того, что я убедился, как и в какую сторону Швец склоняет свою аудиторию, для меня сегодня Швец окончательно переходит в лагерь тех людей, которых я анализирую в своей программе медиафрении. Пожалуй, что и так. Вот такой итог этого разговора и этого анализа многократной лжи господина Швеца. Теперь еще одна тема, которая у меня должна была быть главной в сегодняшнем разговоре, но, к сожалению, приходится отвлекаться на такие вещи, которые тоже, как мне кажется, имеют существенное значение. А именно, вот визит, закончился визит международного преступника Путина в Монголию. Путин приехал, значит, отработал, так сказать, участие свое в церемонии по поводу 85-летия событий на Халкинголе, покрасовался на фоне на фоне очередной победы и благополучно уехал к себе домой. То есть, по сути дела, произошло, что произошло? Помимо откровенной, публичной, на весь мир пощечине, значит, унижения международного уголовного суда, состоялся факт временного укрывательства правительства Монголии международного преступника Путина, разыскиваемого международным правосудием. То есть, это на самом деле соучастие, это тоже уголовное преступление, укрывательство международного преступника. И в этом напрямую участвует руководство демократической страны Монголии. Монгольское руководство объяснило свое соучастие в этом преступлении тем, что оказывается они очень заинтересованы финансово зависимы от России. Ну, опять-таки, мотивы преступления в данном случае имеют значение, но не являются фактом, который отменяет сам факт преступления и оправдывает руководство Монголии. В данном случае никто не требовал людям в здравом уме, в твердой памяти, понимающие реальную ситуацию, знающую, как выглядит Монголия на карте и как она выглядит реально экономически, будучи действительно зажатой между Китаем и Россией, Китая и Россия союзники. Понятно, что версия и требования, чтобы руководство Монголии приняло решение задержать Путина, это из области ненаучной фантастики. Все это понимают. Но сам факт приглашения международного преступника на свою территорию, в свою страну и дальнейшее спокойное пребывание этого преступника это укрывательство. И это не объясняется, не оправдывается никакими абсолютно никакими экономическими и политическими причинами. Поэтому факт соучастия в преступлении налицо. И весь вопрос о том, каким образом может ответить то, что мы называем международным сообществом. Наивно было бы рассчитывать, что Международный уголовный суд мог бы каким-то действенным образом ответить на это соучастие в преступлении. Но речь идет о том, что Международный уголовный суд сам как институция безусловно обладает очень ограниченными возможностями. Но участников Международного уголовного суда, а именно подписантов значит Римской конвенции, Римского статута это 123 страны. И да, несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки как самая мощная страна западного мира не подписала эту конвенцию, этот статут. Но тем не менее, среди 120 стран, которые являются подписантами этого статута, это практически все страны Европы, Западной Европы, практически все страны НАТО, за исключением Соединенных Штатов Америки, это Великобритания, это Франция, это ФРГ, ну и так далее. То есть, это все страны Европейского Союза. Плюс к этому, это Япония, это Австралия, это практически вся Латинская Америка, то есть, на самом деле, это 123 страны. Безусловно, в так сказать, в экономике Монголии эти страны не занимают большинство. В основном, экономика Монголии действительно завязана на Россию и на Китай. Но, если брать все-таки реальный вес, то, по крайней мере, в импорте Монголии занимают существенное место целый ряд европейских стран. Значит, поэтому я полагаю, что все-таки какая-то зависимость есть. Я полагаю, что если вот это все сообщество из 120, если не ошибаюсь, по памяти говорю, 123 страны, которые подписали римский статут, если они не предпримут какие-то согласованные действия, направленные на наказание, на какие-то санкции Монголии, то это будет еще один шаг в деградации мирового миропорядка, в деградации того, что называется система международной безопасности. Она и так трещит по швам, но в данном случае, когда наносится такая пощечина, наносится такой удар по миропорядку, мне представляется, что вот это просто попустительство, это попустительство преступлений. Поэтому ждем, я очень надеюсь, что вот руководители этих стран, 123 стран, которые подписали римский статут, они не оставят без внимания то соучастие преступлений, которое совершило руководство Монголии. Ну и я теперь перехожу к ответам на ваши вопросы. Вопрос от Гневного. Вот уже скоро месяц, как на исконных территориях России существует кусок России, свободный от власти Путина. Фактически ВСУ осуществили мечту некоторой части русской оппозиции, которая сама не имеет дивизии о силовом освобождении части России. Так не пора ли русская оппозиция начинает самой как-то шевелиться в эту сторону? Ну там я не знаю, переговоры с Украиной о статусе этих земель, попытки установления на них русской власти, агитация и разъяснительная работа с неравнодушным населением России, в общем попытки учреждения русской республики или назовите как угодно, но главные территории свободны от власти Путина. Однако я ничего подобного не вижу и не слышу. Так вот собственно вопрос первый. Пора или не пора с вашей точки зрения, а если нет, то почему? И вопрос второй. Видите ли вы что-то похожее на такие попытки? Уважаемый коллега, я должен еще один такой термин, я называю людей, то, в чем меня обвинил господин Швец, что я называю людей, с которыми я беседую, коллегами. В данном случае это такая форма обращения, поскольку основной девиз, основной тезис нашего с вами канала заключается в том, чтобы вместе думать. Вот это вы все, дорогие друзья, для меня коллеги по совместному думанию. Вот этим я занимаюсь. Поэтому коллег. Так вот, уважаемый коллега, я должен сказать, что я не знаю, если я не ошибаюсь, я не не смог, ну, так сказать, я же не готовлюсь к каждому ответу на каждый вопрос, поэтому я не стал проводить разыскные мероприятия в попытках выяснить, а кто что говорил. Но в одном из комментариев как-то я упоминал, в смысле, встречал, что вроде бы Илья Пономарев что-то в этом плане собирается делать. Но я сразу могу сказать, что я считаю, что отвечая четко на ваш вопрос, пора или не пора, я считаю, что не пора. почему? Потому что в своем недавнем выступлении президент Зеленский сказал, что они не собираются присваивать эту землю, они не собираются, я сейчас цитирую по памяти, не собираются внедрять украинский образ жизни на территории временно захваченных земель. То есть попытаться строить какую-то демократическую русскую республику на территории сейчас захваченной Курской области невозможно по двум причинам. Во-первых, потому что скорее всего эта территория будет освобождена украинской армией от своего присутствия, причем это может произойти в любой момент, и во-вторых, потому что для того, чтобы провести такие, даже попытки таких действий, необходимо согласовывать это все с Украиной. Совершенно очевидно, что это невозможно. Даже просто попытки согласовать с Украиной подобного рода действия невозможны по очень простой причине. потому что Украина не будет обсуждать с кем бы то ни было то, насколько надолго они туда пришли. Очевидно, что это военная тайна. Очевидно, что это занятие этой территории в Курской области это элемент, что называется военная спецоперация. Поэтому разглашать надолго они туда пришли, сколько они будут удерживать и так далее, это все совершенно бессмысленное занятие. Ну, а попытаться сделать вопреки воле военного и политического руководства Украины это бессмысленно. И еще одно обстоятельство, поскольку практически наверняка украинская армия собирается рано или поздно оттуда уходить, то это означает любые попытки построить там какие-то структуры демократической России опираясь на местное население означает очень серьезно подставить тех людей с которыми мы там можем вдруг начать работать. Во-первых, там очень немного людей осталось и во-вторых, что самое важное это то, что любая попытка построить там какие-то временные или постоянные органы власти из местного населения означает просто подставить их под репрессии российской власти, когда российская власть туда снова вернется. поэтому твердо не пора. Это не тот случай, когда нужно спешить впереди паровоза. Бьерн Рок слышал я только что интервью Михаила Подалека. Он считает, что Россия обречена иметь население склонное к захватнической агрессии и что ее история это жизнь между войнами и подготовки к войнам. Что нужно сделать, включая освобождение колонизированных земель типа Тывы, Дагестана и других может быть в будущем, чтобы Россия стала обычной мирной Канадой в Евразии. Или это принципиально невозможно, так как обусловлено некими неизвержимыми факторами. Уважаемые коллеги, я не раз уже давал ответ на этот вопрос. Я думаю, что имперский характер населения России проистекает из самого факта существования империи и существования русских как имперского народа. Ликвидация империи, уничтожение ее, уничтожение российского государства в его нынешних границах является гарантией того, что на территории нынешней России население не будет поражено болезни имперской, которая связана с захватнической агрессией. Я абсолютно убежден, что независимый Татарстан перестанет. Что сейчас происходит? В Татарстане сейчас очень активно идет подготовка к агрессивной войне. Дети собирают дроны и так далее. Если Татарстан прекратит существование свое в рамках империи, он что, по-прежнему будет готовиться к захватнической войне? Ну, конечно, нет. То есть, на самом деле, и более того, что, ну, вот сейчас, например, вот в одном из, в одной из программ медиафрении я показывал, как жители Омской области, жители Братска, жители города Братска собираются на войну защищать свои земли. что, всерьез кто-нибудь считает, что если город Братск войдет в состав Сибирской республики, то он начнет готовиться к войне против Украины? Ну, нет, конечно. Имперство исчезнет с исчезновением государства. Это совершенно очевидно. И не будут жители Братска готовиться к войне, там, я не знаю, против кого-то, после того, как исчезнет центр вот этой вот имперской заразы, которая идет из Москвы. существования вот этой гигантской империи с центром в Москве, речь идет не о том, чтобы столицу этой империи перенести куда-то, это не имеет значения. Вместе с переносом этой столицы, вне зависимости от того, куда она будет перенесена, эта столица в Санкт-Петербург, или в Новосибирск, или в Иркутск, не имеет значения. Если империя сохранится, то имперская зараза переместится в любую точку, не прекратив свое вредоносное распространение. Поэтому только безусловно распад Российской империи скажется на том, что вот эта имперская составляющая сознания населения России исчезнет. Это доказывается очень простыми вещами. Еще раз подчеркиваю, имперская зараза была свойственна в значительной степени населению всех союзных республик. Они все участвовали в этих имперских захватах, в имперских акциях против соседних стран. Как только Советский Союз распался, из всех без исключения союзных республик, за исключением России исчезло имперское сознание. Точно так же оно исчезнет в случае распада Российской Федерации. Вопрос задает Тезка Игорь. Как вы считаете, может власть в России на всем протяжении истории сознательно держала подавляющее количество населения в нищете, чтобы можно было им манипулировать? Не глядя на то, что на войну идут ради денег, то получается, что это работает. Люди идут сейчас на войну, чтобы рассчитаться с долгами и просто заработать, что характерно для депрессивных регионов. Согласитесь, богатый и сытый человек не пойдет на войну добровольно. Он скажет, а зачем мне это? У меня все есть, оно мне надо. Отсюда следует, что нищими легко управлять, как и неграмотными. Они будут радоваться каждой подачке, да и нынешняя власть постоянно апеллирует 90-ми, говоря, что зарплату и пенсии сейчас платят чаще. Не то, что тогда. Это надо радоваться. Наверное, не случайно в России есть выражение «нежели богатый, не надо и начинать». Я где-то слышал, что среди населения против СВО выступают люди не бедные, а как раз небогатые и поддерживают. Согласны ли вы с этим? Уважаемый тезка, я думаю, что считать, что власть сознательно приводит население России к нищете для того, чтобы нищими легче было управлять, я думаю, что нет такого целеполагания. Нищета российского населения происходит из политической, экономической деятельности российской власти. и здесь нет сознательного курса на обнищание населения, то есть нет такой ситуации, что Путин сидит и думает, а вот давай, я приведу народ России к нищете для того, чтобы легче было им управлять. Это просто естественно проистекает из его политики. Да, так получается, что нищим населением легче управлять, но это побочный эффект. Я не думаю, что целенаправленно собирает Путин совет министров, сажает Силуанова, Голикову, Мишустина и говорит, а давайте мы еще раз доведем до нищеты население, для того, чтобы им легче было управлять. Нет, нет таких совещаний. Это побочный эффект. Понимаете, побочный эффект, да, безусловно, это является способствующим управляемости населения. Но я не думаю, что кто-нибудь может раскопать на такое совещание такие целеуказания. Так, Дмитрий Калугин. Игорь Александрович, не могли бы вы пригласить Диму Зицера и поговорить про школу, обучение детей, защиту от государства? Он был бы желанным гостем по этой теме, если у него будет возможность. Я думаю об этом. Понимаете, тут есть очень серьезная проблема. В одном из вопросов, предложений содержалась такая идея, что надо бы на нашем канале развернуть программу внешкольного обучения. Я очень критически к этому отношусь, потому что я думаю, что наш с вами канал, это канал, который ведет иноагент, человек, обвиняемый в экстремизме, ваш покорный слуга. И я не ставлю плашку иноагента, поскольку, ну, потому что не ставлю, я не считаю это нужно. Но, тем не менее, всем известно, что я иноагент, что я враг народа и так далее. И поэтому проведение подобного рода внешкольного обучения на нашем с вами канале, это будет опасно просто. Это просто будет опасно для родителей, для школьников, поэтому вряд ли. А что касается приглашения Зицера для обсуждения этой темы, я думаю, что это хорошая идея. И у меня есть некоторые планы расширения тематики нашего с вами канала. И в частности про это я тоже думаю, стоит подумать. я попробую это сделать, я еще раз послушаю. Я не знаком лично с Зицером, но думаю, что это интересный разговор. Алексей Алексеев. Вы говорите, что ПВО НАТО не защищает небо Украины по причине нечленства НАТО. А как же Израиль? Его же защищают? Это тема, которая неоднократная. Я в частности задавал этот вопрос. не получал от себя ответа. Я не знаю ответа на этот вопрос убедительного. Поэтому я задавал этот вопрос Сергею Грабскому. Он ответил на этот вопрос. Но он ответил на него так, поскольку Сергей Морадович офицер НАТО, то он ответил на этот вопрос так, как обычно отвечают офицеры НАТО. И могу сразу сказать, что это тот случай, когда те ответы, которые я слышу, и которые я сейчас приведу, они меня не полностью удовлетворяют. Итак, такой вопрос задавался руководству Соединенных Штатов Америки, почему они не защищают небо над Украиной, так как они защищали небо над Израилем. Вот что на этот вопрос ответил спикер Государственного департамента США господин Миллер, что у США совершенно разные отношения с Украиной и Израилем, что с Израилем есть десятилетнее партнерство в сфере безопасности, где им оказывается прямая военная помощь, причем не только в течение последних двух лет конфликта, а десятилетия. И там есть широкие связи между военными и так далее. Израиль является по данным господина Миллера военным основным союзником Соединенных Штатов Америки вне НАТО, а Украина находится в другом положении. То есть вопрос в статусе, что Украина не имеет такого соглашения с Соединенными Штатами Америки в статусе основного союзника вне НАТО. То есть это как бы одна линия объяснения. Значит дальше заявляется о том, что Соединенные Штаты Америки не находятся в вооруженном военном конфликте с Россией. Ну и в данном случае, что не собираются вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией. Значит и ну в частности я сошлюсь еще и на объяснение поскольку не только Соединенные Штаты Америки но и Великобритания в частности закрывала небо над Израилем а над Украиной не собирается этого делать то я сошлюсь на британских экспертов и на британских политиков которые заявляют о том что ВВС Британии не могут сбивать бестулотники над Украиной потому что это спровоцирует риск эскалации широкомасштабной войны в Европе вы знаете за всеми этими объяснениями вот я выскажу свое убеждение вот все эти объяснения они крайне неубедительны крайне неубедительны и за ними скрывается одна простая истина дело в том что закрывая небо над Израилем Соединенные Штаты Америки Великобритания другие страны НАТО они вступают в конфликт с кем с Ираном да Иран не ядерная держава Иран конфликт с Ираном не представляет большой угрозы вообще никакой угрозы ни Соединенным Штатам Америки ни Великобритании ни другим странам НАТО поэтому обострение отношений с Ираном никаким образом не угрожает национальной безопасности этих стран а вот обострение отношений с Россией угрожает Иран не в состоянии начать третью мировую войну а Россия в состоянии и причина в этом а все остальные объяснения в том числе и от руководства Соединенных Штатов Америки от руководства Великобритании и даже от бесконечно мною уважаемого Сергея Маратовича Грабского это ну скажем так это отмазка вот а причина одна это красная линия значит это нежелание вступать в конфликт с ядерной державой которым к сожалению по-прежнему является Россия точка вот единственное с моей точки зрения реальное объяснение того что НАТО страны НАТО закрывают небо над Израилем а над Украиной это делать отказываются вот к сожалению то что называется голая правда как мне кажется все остальные объяснения являются неубедительными там то что Израиль в другом статусе ну так присвойте этот статус Украине что вам мешает третий год война идет почему все остальное тоже это неубедительно убедительно только одно с Ираном так сказать обострение отношений не страшно а с Россией страшно вот и все так вот как раз вопрос это я это я все перепутал оказывается это вот этот вопрос он к сегодняшнему нашему разговору это вопрос от Карлоса вот вы учитель преподаватель считаете ли вы для себя возможным уделить некоторое время чтобы если не дать направление то хотя бы намекнуть куда двигаться родителям чьи дети вынуждены будут получать домашнее образование или воспитание иными словами возможно ли на нашем вашем канале организовать ряд встреч с людьми следующими способными дать направление по основным школьным дисциплинам возможно и вы могли бы найти свое место на этом поприще и запишали бы ряд лекций по истории философии и так далее понимаю что может быть ставлю перед вами непосильную задачу но ведь даже Сократ будучи стариком уделял вопрос вопросам образования и воспитания согражданам все свое время кстати чем воспитание отличается от образования уважаемый Карлос я конечно ценю вашу иронию когда вы меня сравниваете с Сократом вот я тоже как-то посмеялся вместе с вами над этим сравнением ну а если серьезно я уже все перепутав решил что этот вопрос задавался ранее но поскольку сейчас я еще раз хочу повторить что значит подобного рода система внешкольного образования на нашем с вами канале это невозможно потому что это дискредитировало бы то есть это подстава это то есть если бы например мы сейчас создали на нашем канале систему внешкольного обучения то мы просто подставляли детей и их родителей под удары соответствующих структур в России так что это невозможно хотя безусловно ну я я сейчас ну что три года фактически я лишен преподавательской деятельности это конечно это конечно тяжело это порождает какие-то фантомные боли потому что ну естественно я преподавал МГИМО и понятно что какое преподавание МГИМО сейчас возможно поэтому поэтому конечно очень хотелось бы но но не судьба что же касается различия между образованием и воспитанием то это очень простая штука образование это система передачи системы знаний а воспитание значительно шире оно включает в себя образование безусловно но это в целом деятельность которая воспитание это деятельность которая направлена на формирование у детей систему определенных качеств личности ценностей взглядов навыков и так далее то есть воспитание значительно шире бывает физическое воспитание бывает трудовое воспитание ну и так далее то есть воспитание это намного более широкая деятельность например в семье может быть образование но в целом конечно воспитание намного шире делающие здорово на до от до 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 Продолжение следует...